В общем, мы какое-то время посовещались и так и не придумали какого-то вменяемого вступления, поэтому я просто поздороваюсь и скажу о том, что если ты видишь у меня на шивороте зайчий хвостик, это значит, что я делаю попытку записать один из моих самых нелюбимых видов роликов, когда мне нужно пялиться в камеру и что-то рассказывать. Но тем не менее я попробую это сделать, потому что я пока еще не нащупала формат, в котором хотела бы продолжать свой блог. И для облегчения задачи, для того, чтобы мне было куда смотреть не на тебя, а в сторону, мне так комфортнее, я пригласила сюда соведущего. Поздороваюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Костя. Костя будет поддерживать меня морально, портить некоторые дубли и давать дельные комментарии, я очень на это надеюсь. Ну и как бы да, все-таки я буду смотреть на него, потому что он симпатичный, а там какая-то дырка непонятная, поэтому начнем. Короче, мы сегодня распаковываем автомобиль. Мой блог так или иначе будет связан с автомото тематикой, я думаю, судя по тому, что вы видите здесь на заднем плане, мы еще доберемся до этого. У меня довольно большая, большая в масштабах времени, на протяжении которого я коллекционирую. Большая коллекция моделей в формате 1 к 6, это мотоциклы, скутеры и совсем недавно прибавился автомобиль. Не та страна. Кракеты с детского мира здесь исключительно для двух вещей. Первая, для того, чтобы вы расстроились, потому что в детском мире таких вещей больше не найти. Ну и вторая, чтобы хоть как-то сохранить интригу, но, пожалуй, не будем затягивать. Я жутко не люблю, когда блогеры начинают распускаться во всякие рассуждения. Мы просто распакуем эту машинку. Тут хотелось бы голосом Дага де Мурре и в его соответствующей манере сказать. Это Porsche Boxster 1998 года выпуска. Но, к сожалению, я девочка и мне нужно будет придумать какую-нибудь свою собственную фишку. Но, тем не менее, это все равно Porsche Boxster 1998 года выпуска от Mattel. Это корпорация, которую выпускают Google Barbie, если вы не знали, теперь будете в курсе. Очень редкий экземпляр. Да, он тут немного приоткрыт. Исключительно потому, что перед покупкой мы его проверили. Стоимость данного автомобиля я, наверное, дам вам секунд 10 на подумать. Вы можете написать в комментариях. Ну, обычно так, попрошу, они учат комментарии блогеры. А пока поближе покажу вам эту огромную красивую коробку. Как бы, подожди, надо как-то ее так показать. Как бы ты ее показал? Да, я так и показал бы. Блин, я бы вторую камеру еще сверху поставил. Потому что ты у тебя сейчас... Вот поставь ее на столик свой. Вот сразу половина перекрывается. Да, ты вся в кадре, все понятно. Но перебивки, просто с одного ракурса это будет вообще не так смотреться. Ну, на самом деле, в моей ситуации, как я уже говорила, у себя в Инстаграме лучше на троечку, чем совсем ничего. Поэтому мы будем начинать с каких-то элементарных кадров и съемок. У меня тут есть специальная коробочка, которая... Блин. Специально пыльная коробочка. Которая поднимет этот обзор на новый уровень. Крайне мере, теперь вам будет хорошо видно коробку. Я думаю, 10 секунд уже прошло. У вас была возможность написать стоимость этой машинки. Поэтому теперь я могу раскрыть этот секрет. 19 500 рублей. Решение было принято буквально одним вечером. Потому что... Это редкие экземпляры, потому что мне нравится. Короче, давайте я ее просто распакую. Из особенностей этой машинки. Самый большой секрет кроется на задней стороне коробки. Вы можете увидеть, что здесь есть механизм, благодаря которому крышу можно опускать и поднимать. Я не знаю, работает он или нет. Это было первое, что мы пытались проверить в момент покупки. Но нам этого не удалось, потому что не нашлось подходящих батареек. Но батарейки теперь есть. Опять же, мы не знаем, подходят они или нет. Потому что мы так и не попробовали. Чего? Ну тут, да, очень важно уточнить, что механизм открывания и закрывания крыши есть. Но он именно электрический. То есть это будет работать с кнопки. Я такое лично первый раз вижу вообще. Все, что я видела в формате 1 к 6, это либо вот такие мотоциклы, либо это уже RC модели на пульте управления. И там, ну, собственно, двигаются колеса. Но вот так, чтобы действительно поднималась и опускалась крыша, это, наверное, первый такой экземпляр. Я не знаю, может быть, вы встречали что-то подобное. Я, честно говоря, нет. Но и вдвойне будет интересно ее проверить. Нет, за бок, за бок. Хорошо. За такие штучки. Сразу вижу, что на крыше есть потертость. И сразу стираю ее пальцем. Все хорошо. Это картон. Так, что-то там вываливается. Что-то нужно? Так, место под номерной знак. Пустует. Наверное, должна быть какая-нибудь наклеечка, я так думаю. Блин, ну это совсем хреново. Я предлагаю, знаешь, что сейчас быстренько сделать? Все, я поменю. Во. Все. Пыльная крышечка была заменена. Машинка, кстати, тоже пыльноватая. Тем не менее, надеюсь, ее теперь достаточно хорошо видно. Давайте я вот так еще поближе поднесу, покажу. Что ты думаешь про этот Porsche? Ты как специалист, разбирающийся в автомобилях, похожий или нет? Слушай, да нет, очень похожий на самом деле. Бокстер, это действительно Porsche-бокстер. Мне нравится, что стеклянные фары и фонари. Ну, со стеклышками сделаны. Колеса тоже классические, паршаковские. Что бы ты добавил? Мне вот не нравится, что значок пустует. Хотя, вот, судя по номерному знаку, я думаю, что там где-то наклейка должна быть. Скорее всего, да, там по-любому. Мы же первые, кто открывал эту коробку, в принципе. То есть машина вообще не трогалась, она никогда не доставалась из коробки. Мы первые ее вскрыли, и никогда ее никто не собирался. Так, ну мы тогда заглянем, что у нас тут есть. Первый, самый большой пакет. Лобовое стекло. Блин, а почему она такая потертая с завода уже? Интересно, так и должно быть или нет? Как ты думаешь? Не знаю. Ну, кстати, не так, чтобы и сильно. Поэтому ничего страшного. Сейчас мы его сразу запихнем сюда. Страшновато, если честно. Сколько машинке лет получается? 98-й год. Вот она на 7 лет младше меня. Ну да, лет 25. Я не посчитала, я надеюсь, что ты правильно посчитала. Почему она не влазит? Так. А, ну тут есть инструкция, я думаю, что нужно сначала инструкцию почитать. Установкой заниматься должны только взрослые. Сворачиваем лавочку. Нет, подожди. Я тебя зачем тут держу? Угу. И вот там вся периферия. Вот она, точно. А крыша тут так и лежит. Крыша мягкая? Нет, крыша пластиковая. Блин, так если бы она еще мягкая была? Ну ты это что, ты уже хочешь слишком много. Скажу спасибо, что она вообще что-то делает. Да, действительно, вот наборчик всякого. Здесь есть наклейки и зеркала заднего вида. И вот это еще какая-то. Что это такое? Что за дуба? Ну это назад, за подголовники ставится. Как... Кстати, даже есть... Как это назвать? Короче, какая-то фольгированная наклейка, предназначенная для зеркал заднего вида. Давай наклейку зеркал. Наклейку зеркал я доверю тебе. Хорошо. Так, ну подголовники у меня хватит мозгов поставить. Я очень на себя рассчитываю. Получилось? Подголовники тоже немного затертые, чем-то черным. Скорее всего, от времени пластик от какой-нибудь из деталей начал облазить и запачкал подголовники. Но это все абсолютно не портит эту машину. Если бы она была идеально чистая, без каких-то потертостей, возможно, она бы не выглядела настолько ретро, насколько она выглядит сейчас. Машине на минуточку 25 лет. Ну, кстати, да. Эта машина старше, чем 80% моих подписчиков. Чуть ли не в два раза. А вот наклейки. Сам значок Porsche. Наклейки на зеркала. Это, видимо, имитация карбона или что это такое. Стоп-сигнал тут есть. Ну и все, это я понятия не имею. Что-то такое, какие-то воздухозаборники, скорее всего. Я очень долго морально готовилась к съемке этого видео. Хотела выбрать какой-нибудь особенный момент. Потому что тачка особенная. И мне в первый раз попалась оригинальная машина Барби. Винтажная. А все закончилось, знаешь, чем? Тем, что я просто пришла домой в один прекрасный день. Поспав при этом от силы часа три, решила, что сейчас или никогда. Поэтому насколько выйдет качественным этот ролик. Вопрос. Хороший. Ну, а мне уже наплевать. Почему ты спала три часа? Потому что кто-то хрюкал. Это мы вырежем. Нет. Да. Нет. О, мне нравится, как блик. Все, ляписть. Короче. Что ж. Вопрос попадания в дырочки остается нерешенным. О. Страшно. Очень страшно. Все. Чтобы мы знали, что это такое. Так мы знаем, что это такое. Это Porsche Boxster за 19,5 тысяч рублей. Теперь самое главное. На задней части авто есть место для установки батареек. Вот так. Мне же нужно запихнуть батарейки. А зрители полюбуются этим прекрасным бежевым салоном. Кстати, очень реалистичный салон сделан. Он действительно очень похож на Boxster ски. Я не знаю, я не фанат Porsche. Я тоже не фанат, но много машин видел, знаю. 19 тысяч только что окупились. Давай еще раз. Подожди. Все она знает, что надо делать. Обалдеть. Вот это круто. Надо проверить на куклах. Я предлагаю потестировать, кто туда влезет. Ну, понятно, что машинка предназначена для Барби, но мы ей попробуем поставить непростую задачку. Это практически завершенная копия моего автомобиля BMW Z3. Изначально болванка была найдена на авито за 350, кажется, рублей. Посовещавшись с Костяном, было принято решение эту болванку купить. Ну, расскажи, что ты с ней делал-то. Ну, во-первых, я подобрал по винкоду твоей машины краску. Отдал в малярку. В малярке ее покрасили именно в заводской BMW цвет, который у тебя на Z3. И, опять же, заморочились с салоном. Сделали салон красным, таким же, как у тебя. Причем, ну, так же подетально. Сделали ноздри, потому что заводские ноздри. Опять же, отрисовал макет нужного размера. Распечатал наклейки и превратил то, что там было, в BMW-шные ноздри. Плюс задние фонари сделали тоже. Наклейки под оригинальный BMW Z3. Сделали маленький шильдик Z3. В общем, постарались максимально реализовать машинку такую, как она должна быть в жизни. По сути, ей осталось только найти руль, да, если не ошибаюсь, и сделать стекло-фар. Да, здесь были стекляшки. К сожалению, донор был без руля. Была одна живая стекляшка, но она уже где-то затерялась, по-моему. Может быть, и нет. Вот эти две стекляшки здесь еще остались. Ну, короче, чтобы вы понимали, простым языком, эта машина окрашена не просто краской из баллончика, из какого-нибудь донажда. Это действительно автомобильная краска. Она очень здорово легла. И да, я думаю, что осталось совсем немного над ней потрудиться. К сожалению, пока что мои видосы не славятся детальностью, и, как и хочет Костян, мы не снимаем разные ракурсы. Но, возможно, в следующий раз, когда мы этим займемся, вы увидите, что здесь даже салон Костя обклеивал его. Чем ты обклеивал? Малярным скотчем? Да, я просто старался покрасить именно так, как это на оригинальной Z3 твоей. Ну, вот о чем речь? Вот эти торпеды и все остальное. Здесь приборная панель. Немножечко неровно, но, тем не менее, это выглядит... Обшивки дверей еще попадают. Да, да, обшивки дверей. Это максимально приближенно к оригиналу. В любом случае, я Z3 достала не для того, чтобы вам ее показать, потому что про нее можно делать целое отдельное видео про сборку и прочее-прочее-прочее инфу. Я хотела попробовать потестить, запихнуть сюда кукол и посмотреть, будет ли закрываться крыша. Это кукла Барби, которая типа похожа на меня. На самом деле нет, потому что над ней еще тоже нужно очень много поработать. И есть вторая кукла, это Костян. Для тех, кто коллекционирует кукол Барби, я думаю, не потребуется объяснять, что именно это за молодость, что это за кукла. Это более современная, а это довольно старенькая кукла. Это кен старого формата, еще из 90-х. Причем у него есть довольно любопытная особенность, когда к его лицу прикасается лед, вырастает борода, а если ему становится жарко, как, например, когда мы ездили в Дубае, борода начинает исчезать. Поэтому технически, даже за стеклом, что очень важно. Кстати, да, это большая редкость, если вы смотрели фильм Барби и имели удовольствие наблюдать ее розовый кабриолет. Сам по себе фильм мне, конечно, не зашел, но с точки зрения декора, костюмов и каких-то элементов, те же самые авто и мебель, это довольно прикольное кино. И вот даже в кино они посмеялись над тем, что автомобили у куклы Барби настолько нереалистичны, что лобовое стекло очень часто ниже подбородка спускается. Ну да ладно. Костян что-то высокий очень. Да, костян, походу, очень высокий. Но вот мне все равно интересно, потому что костян технически это тоже кукла Барби. Это тоже игрушка от Маттеллы, и этот кен тоже должен сидеть в авто, поэтому сейчас мы посмотрим. А ногами не упирается там, кроссовками? Нет, он сидит прямо плотно. Ну что, попробуем. Давайте так, костян, ты можешь повернуть голову. Костян гибрид, на самом деле, вы его строго не судите, у него голова старичка, а тело современного кена, и они немножко не стыкуются друг с другом, поэтому он поскрипывает шеи. В общем-то, все как в реальной жизни. Сейчас он по жбану получит. Нет, слушай, вообще отлично. Обалдеть. Даже костян не торчит. Видите-ка. Нет, это прям очень круто. Ну как на твой взгляд, стоит это почти 20 тысяч рублей? Слушай, я думаю, да. Это прям крутая, очень крутая коллекционная новая вещь. С точки зрения коллекционера, я думаю, что да, те, кто найдут сейчас массу альтернатив, на что можно было бы потратить эти 20 тысяч рублей, они тоже будут по-своему правы, но когда вы коллекционируете подобные редкие вещи и особенно находите такой экземпляр прямиком из коробки, когда вы были первым, кто сорвал пломбу, увидел разводы желтого клея, которому еще не прикасались ничьи пальцы, это особенно ценно. Что потом со всем этим делать, конечно, открытый вопрос, потому что я еще не знакомила тебя со всей коллекцией, которая стоит у меня вот здесь за спиной, и кукол на самом деле очень много. Некоторые знакомые находят выход из положения и открывают, вот уже скоро второй музей куклы Барби откроется в Краснодаре. Кого? А, крышу открыть еще раз. Да, есть небольшой затуп, но я смотрела ролики рекламные на ютубе, как раз-таки вот те самые из 90-х, и на этих роликах крыша точно так же залазит внутрь, то есть это не значит, что что-то пошло не так, это не значит, что от старости... Да, 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 то есть крыша толкает крышку багажника, она открывается и прячется. Я к тому уклоню, что так и было задумано, и на самом деле это очень здорово для игрушки, которой 25 лет, хотя по идее тут нечему ломаться. Ну, с другой стороны тоже, представьте, где-то 25 лет лежала коробка с этой машинкой, и с ней ничего не случилось, она не упала, не разбилась, в какой-то момент она просто приехала в Россию и оказалась в Краснодаре, и теперь... Вообще, да, если так посудить, она еще и проделала путь из Америки сюда. Ну, да. Поэтому хотя бы по пути сюда нужно было выжать. Поэтому это очень везучая машинка, помимо всего прочего. Что, тебе есть еще что сказать? Блин, я кайфанул, мне очень понравилась эта машина. Мне тоже. Я такого не видел. И очень круто, вот действительно, что они сидят именно внутри машины. Если откинуть вопрос цены и функциональности, если предположить, что у Z-ки... Хотя у Z-ки не может быть такого механизма, потому что на Z-ке ты все делаешь вручную. Вот здесь было бы клево сделать матерчатую крышу, такой, какая она есть на самом деле, и тогда их можно было бы, наверное, сравнивать. Мне кажется, в такой ситуации Z-ка бы выиграла. Потому что кабрик 1 к 6, покрашенная автомобильной краской с реалистичными фарами, с проработанным салоном и еще и с тканевой крышей. Это все... Порш, ты, конечно, извини, но это было бы гораздо круче. Нет? Тебе как кажется? Или ты бы все равно Порш выбрал? Ну, я же говорю, я считаю, что их нельзя сравнить, потому что это немножко разные вещи. Порш, конечно же, свою уникальность уберет. Потому что крыша откидная для 98-го года, я просто не представляю, как там дети пищали от счастья, когда они получали такие подарки. А по-любому такие были. Ну вот. Мне кажется, американские дети особо не удивлялись. Это вот если бы в Россию такая машинка попала, как раз таки в 98-м году, это был бы просто разрыв. Хотя, мне кажется, они попадали так или иначе, потому что я жила в маленьком портовом городе, и я видела домики для Барби, причем вот такие полномасштабные, где поднимался лифт, включались лампы настольные в спальне, где можно было в бачок заливать воду, и из душа шла вода. Поэтому не исключено, что такая машинка приезжала в Россию. Но мы бы в любом случае об этом не узнали, потому что мы были нищим родами. Да и сейчас тоже не сильно. Хотя, легко говорить после покупки игрушки за 20 тысяч. Ладно, я думаю, что на этом все. Мы не будем затягивать это видео. Это был пробный формат. Я не знаю, насколько у нас получилось или не получилось. Большое спасибо Костину, что он меня поддержал. Потому что, опять же, если бы не он, я бы вообще не села это все делать. Это один момент. Второй момент. Будут ли появляться еще такие видосы, зависит по большей части от вас. Ну, хотя нет, тут, наверное, 50 на 50. 50% от вас и 50% от моего настроения. Потому что, если я не захочу, мы все прекрасно понимаем, ничего не будет. В любом случае, я наконец-таки достала эту машинку. Я дождалась момента, чтобы снять видео. Это значит, что скоро у меня будет возможность ее пофотографировать. Поэтому все, что там обычно делать в конце. Просят подписаться, но я бы не сказала, что у меня есть... Хотя нет, у меня есть кукольный инстаграм. Я оставлю ссылку в описании профиля. И в комментах обязательно пишите, что бы вы хотели увидеть из Сашиной коллекции. Потому что она реально огромная. И есть на что посмотреть. А еще хотели бы... Хотел бы ты, чтобы Костян тоже все делал. Нет. Что-нибудь... Ну, подожди. Все, я хочу в туалет. Увидимся.